Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Вы скажете, у меня сегодня странненькая? Нет, просто я принцесса. Нет, не принцесса, я королевна. Вот у меня есть три кокошника, я их сейчас буду менять. Вы мне скажите, какой мне больше идет. Красный? Сиреневый? Или черный? Мы решили коллегиально, что мне черный больше идет, поэтому я сегодня буду в нем. Наша мастер по изготовлению бижутерии авторской работы Наталья Шпойнова приносит нам на реализацию разнообразные украшения. Вот в этот раз она принесла кокошники и решила, что я буду в нем ходить, потому что я королевна. О чем сегодняшнее будет наше видео? Сегодня я вам покажу те остатки посуды, которые у нас не продались. Кое-что из того, что я оставляла для себя, но решила, что я, наверное, обойдусь, покажу вам тоже. Остались у нас скатерти, какие-то остались, какие-то я вам еще не показывала. И мы с вами сегодня, наверное, накроем вот этот вот стол с теми скатертями, которые у нас есть, той посудой, которая есть. Я купила кучу реквизитов. Тут у меня и печенье, и орешки, и какие-то фрукты, и конфеты. Ну, в общем, накроем стол, заодно поболтаем про сервировку, про посуду, ну, в общем, о нашем девичьем. Ну, а я королева. Вот сейчас, чтобы снять для вас то, что я планирую снять, я убираю свою желтую скатерть. Очень, знаете, она мне так понравилась, и на самом деле вот эти вот сервировки на желтом столе, они такие какие-то яркие, радостные. В общем, я очень полюбила желтые скатерти. Давайте убираю, оставляю вот ту скатерть, которая у нас всегда внизу. Мы на нее сверху накидываем другого цвета скатерти. И я вам уже показывала, еще, наверное, в прошлом мой приезд в Воронеж, у нас есть такая же скатерть, ну, почти такая же, очень похожая в продаже. Вот эта вот, такая же черно-желтая, она также будет смотреться красиво. И чем она хороша, знаете, она интерьерная. То есть, она может быть просто стол накрыт ею, а потом, если вам нужно накрыть стол для обеда, вы сверху накидываете другую скатерть, обеденную, а эта может оставаться внизу. Вот, короче говоря, вот такая вот скатерть у нас в продаже. Ее размер 130 на 120, ее цена 2500. Я вам просто про нее напомню. Да, кстати, она же двухсторонняя, она с одной стороны вот такая, желтая с черным, а с другой стороны черная с желтым. И вообще неизвестно, где она красивее. Вообще красивая скатерть. Вот, а сейчас подробнее покажу вам вот эти вот скатерти. Часть из них я вам уже показывала, две или три будут новые, которые я не показывала. И посмотрите, они вот тоже волшебным образом, почти все желтые, разных оттенков желтого. Одна осталась белая, с сердечком, господи, со звездочками. Я думаю, что в следующий раз мы с вами сделаем сервировку именно с ней, потому что мне кажется, что с ней будет очень красиво металл сочетаться. Но сегодня у меня другая задумка, а эту скатерть я вам на всякий случай покажу, на всякий случай вам про нее напомню. Ее размер 170 на 170, но поскольку здесь такая вот тонкая ткань, то ее цена всего 1000 рублей. Очень интересная. И еще одна, не белая, вот такая вот кремового цвета. Мне она очень нравится. Не знаю, почему она до сих пор еще не нашла своего хозяина. Она очень красивая. И, возможно, именно с ней мы будем делать сегодня сервировку. Я еще об этом немножко подумаю. Она кремового цвета. На ней вытканные розы, которые хорошо видно вблизи. Они такие прям, они и сияют. Но не очень явные издали. И ее край подшит вот таким вот декоративным швом, нитками коричневого цвета. Размер этой скатерти 110 на 155. И ее цена 1400 рублей. Еще одна скатерть, которую я вам уже показывала. Это самая светлая из желтого оттенка. Я ее называю лимонная. И я ее называю лимонная с монограммой. Потому что, видите, здесь написано, вышиты две буквы. Она очень красивая. Она тоже жаккард. И у нее какой-то, знаете, такой же мчужный блеск. Очень деликатный. Приглушенный, но в то же время, вот, ну, не знаю, какой-то очень изысканный и благородный. Видите, как она блестит? Очень красивая. Ее размер 127 на 130. Ее цена 1400 рублей. Вот эту желтую скатерть я вам уже показывала в прошлом обзоре. У нее здесь вытканные цветы. Здесь вытканы какие-то ромашки, какие-то, по-моему, тюльпаны. И тоже очень неявные. То есть их явно видно вблизи, но абсолютно не видно издали. Она чуть-чуть более желтая, чем показывает вам. Очень красивая. Красивая ткань, не очень плотная. Сейчас, наверное, правильный цвет вам передается. Интересная. Интересная скатерть. Ее размер 152 на 124. Ее цена 1400 рублей. Вот эта скатерть мне очень нравится. Я не понимаю, почему она до сих пор не нашла свою хозяйку. У нее оттенок желтого, скорее, такой даже более, больше оранжевый какой-то. Это круглая скатерть. Скатерть для круглого стола сейчас правильно передается вам цвет. Очень аккуратно. Видите, обработан у нее край. Она в клеточку. И клетка тоже такая сияющая. Это тоже жаккард. Она двухсторонняя. И вот второй цвет, но тоже какой-то немножко жемчужный. Очень... А, да, она такая очень гладкая. Я не уверена, что здесь стопроцентный натуральный материал. Не знаю. Может быть, вискоза. Может быть, не знаю. Ну, значит, будет хорошо стираться. Я думаю, так. Ее размер диаметра 165 сантиметров. Ее цена 1500 рублей. Еще две скатерти, которых я вам не показывала. Вот такая вот скатерть у нас уже была. И, по-моему, даже не одна. Они довольно часто встречаются с таким дизайном. Но мне они очень нравятся. Это тоже жаккард. Мы ее, по-моему, так и назвали. Скатерть желтая жаккард. Вот у нее богато украшен центр скатерти. Посмотрите, такой. Тоже жемчужным цветом. И кайма. Сейчас я вам ее разверну пошире, покажу. Ну, посмотрите, как это шикарно. Это очень красиво. Сюда подойдет посуда абсолютно любых цветов. И пастельных, и ярких. Сюда и желтые, и зеленые, и розовые. В общем, масса вариантов. У этой скатерти есть небольшой дефект. Здесь есть пара вот таких вот пятен. Вот такие вот они. Видите? Они не очень явные, но, тем не менее, они есть. Я вам об этом должна сказать. Есть еще одно, но я почему-то его сейчас не вижу. В общем, два вот таких вот пятна, которые еле-еле... А, вот это вот, наверное. Вот оно. А так она, конечно, просто роскошная. Размер этой скатерти, я ее назвала скатерть желтая жаккард 125 на 155. Довольно большая, но из-за того, что есть небольшое пятно, ее цена 1300 рублей. Еще одна скатерть, я ее назвала желток. Желтый желток. Немножко вам сейчас... Вот, наверное, сейчас правильно. Вот этот вот цвет правильный. Она такая, ну, поярче желтый. У нее тоже вытканный рисунок. Тоже, как я вам уже показывала, на ромашках, да? Здесь другой рисунок. Здесь какие-то, вот видите, небольшие, некрупные цветы. Но этого рисунка его довольно много. Здесь довольно обильно украшен центр этой скатерти. И кайма. Но рисунок этот неявный. То есть его тоже видно хорошо вблизи. Но издали скатерть будет казаться просто однотонной. Не знаю, что это за ткань. Ну, на ощупь вроде бы как натурально. Вот сейчас правильно цветом передается. Очень красивая скатерть. У нее есть небольшой дефект. Посмотрите. Видите? По самому краю есть вот такая вот полоска. Я написала черная полоска. Но это, возможно, какими-то чернилами, не знаю. Чем-то испачкана. Вот немножко. Вот чуть-чуть. А так, конечно, она очень красивая. Она такая довольно тонкая, легкая. Будет очень удобно вот на каждый день. Размер этой скатерти 127 на 130. То есть она почти квадратная. Ее цена 1300 рублей. Что у нас еще осталось? Осталось две салфетки. Вот эту салфетку я вам говорила, что, в принципе, покупала ее для того, чтобы использовать здесь в сервировках. Но каждый раз показываю, потому что часто вот то, что я использую для магазина, люди хотят приобрести для себя. Поэтому цену называю, но ни на чем не настаиваю. Розовая салфетка немножко вам перевирается цвет. Она более розовая, чем у вас. У вас она какая-то более сероватая. Она розовая. Ее размер 45 на 31 и цена 350 рублей. И последняя салфетка, которая осталась с предыдущего обзора. Это вот такая вот белая салфетка с мережками. Она в хорошем состоянии, но поскольку она винтажная, здесь после стирки, ну вот где-то, вот видите, немножко как будто бы растрепались уголки. Но это же мелочь, это все обрезается. А в целом она в хорошем состоянии, без пятен, без повреждений ткани. Все с ней очень даже хорошо. Ее размер 43 на 39, ее цена 350 рублей. На этом обзор скатерти и салфеток я заканчиваю и займемся с вами накрыванием на стол. За основу решил использовать вот эту вот кремовую скатерть с розами. У меня на фаворитах, мне кажется, она очень красивая и благородная. Она, конечно, мятая, но давайте относиться к этому с пониманием, потому что мы находимся в условиях магазина. Возможности тут утюжить у нас каждую минуту нет. Смотрите, большая часть посуды, которую я буду сейчас использовать, накрывая на стол, у меня бесцветная. Но хочется добавить яркости, хочется добавить красоты, тем более, что остались непроданными у нас наборы розовых бокалов и зеленых. Поэтому для того, чтобы добавить цвет, я буду использовать вот такие полотенца. Буду их использовать в качестве подстановочных салфеток. И видите, добавляется цвет, добавляется зеленый, добавляется розовый. И раз они уже есть у нас в текстиле, значит, соответственно, мы можем эти цвета смело добавлять и в посуде. Давайте я вам сначала покажу то, что раньше не выставляла на продажу. Вот эту вот вазу на ножке, я ее покупала для себя, хотела оставить себе. Да что-то я подумала, подумала. У меня так много цветного, думаю, ладно, не буду я бесцветной себе оставлять. Давайте покажу. Я здесь дефектов не вижу, но с другой стороны, вы знаете, это же вещь винтажная. Может быть, здесь что-то, конечно, где-то есть с каким-то царапином. Ничего конкретного, ничего страшного я здесь не вижу. Здесь есть вот такой пузырек на ножке, видите, у основания. Но это пузырек, это такой дефект, в общем-то, производственный. Ничего, ну, смотрите, давайте я вам покажу вот ее на просвет. Ничего не вижу. Вот ее цена 1000 рублей. Ваза на ножке. Давайте ваза на ножке в сеточку назову так. И вот такую вот, я ее покупала тоже себе, чтобы в комплекте их использовать. Это стекло. Но я думаю, что ее не пользуюсь, наверное, она новая. Также не вижу в ней никаких дефектов. Она тоже в сеточку. Никаких клеем здесь я не обнаружила. Возможно, она современная, без понятия. Но вот они вместе очень хорошо смотрятся. И ее цена 500 рублей. Остальную посуду я вам показывала. В нашей сервировке будет участвовать вот эта вот орешница, английская. Королева Анна. Ее цена 2500. Вот эта вот ваза на ножке самая обычная, самая распространенная. У нее есть небольшой дефект. Ну, не дефект, это следы бытования. Видите, царапины на самой чаше. Сколов, трещин не вижу. А вот именно царапины на чаше есть. Ее цена 600 рублей. И, наверное, будет использоваться у нас также в сервировке вот эта ваза на ножке. Горошек. Из довольно тонкого стекла. Она очень красивая, очень хорошая. Но вот у нее есть скольчик. Видите? Вот он, скольчик. Ее цена 500 рублей. Также просто для сервировки я купила вот такие вот тарелки. Наверное, белые было бы лучше. Но у меня вот не встретились. То есть они не продаются, они просто у нас для сервировки. И что хотел сказать. А, да, еще. Чуть не забыла вам показать бокалы. То есть, собственно, из-за чего появились вот эти цвета в сексиле. У нас остались непроданы вот такой вот набор розовых бокалов. Очень такая, знаете, интересная, необычная форма, как груша. Их четыре штуки. Один из них имеет дефект. Это не... Сейчас, где он есть? Вот он. Не приобретенный, а это дефект именно производственный. Видите? Вот как трещинка у него. Показать. Не трещинка, а как складочка. Здесь. Не хочет камера его ловить. Вот здесь вот есть складочка. Вот здесь. И из-за этой складочки поэтому есть... Цена ниже, чем могла бы быть. Набор из четырех штук стоит 800 рублей. И набор зеленых бокалов. Здесь получается набор из пяти штук разного размера. Три повыше и две пониже. Бокал, рюмки, как хотите. Они без дефектов. Набор из пяти штук тоже стоит 800 рублей. Вот. И что я вам хотела сказать, что по поводу цветов, цвета продуктов тоже могут быть участниками, полноценными участниками сервировки. Я купила дыню, я купила сливы, я купила персики. Это все тоже будет повторять цвета текстиля. Ну, оцените результат моих трудов. Что скажете? Понятное дело, что это всего лишь идея. Это никакой не мастер-класс. Я никакой не мастер по сервировке. Просто моя идея сочетать посуду разного цвета на одном столе. Давайте покажу вам более подробно. Вот в орешницу мы насыпали орешки, что в принципе логично. Хотя здесь, конечно, могло быть и варенье, и соусы. Здесь могли быть и какие-нибудь соленые острые закуски, даже чипсы, даже сухарики, даже что угодно. Но у нас такой сладкий стол, поэтому здесь орешки. В это блюдо я положила сливы. В базу на ножки я положила персики. А во вторую, большего размера, я положила дыню. Посмотрите, как она тоже украшает стол. И как она тоже будет очень красиво сочетаться с желтой скатертью. Вот если у вас нет другого компаньона для скатерти, а вот только сама скатерть, положите в блюдо дыню, и будет прекрасно. Взяли печенье. Поставила я рюмки, бокалы, не знаю, как хотите. Двух цветов, трех размеров. Для воды, для сока, для алкоголя. А, кстати, насчет алкоголя сейчас одну минутку. У нас вот тут случайным образом завалялась бутылочка, которая сюда тоже по цвету прекрасно подойдет. Но это так. Вот такой результат. Почти все, что присутствует на этом столе, у нас в продаже. Да, наверное, прозрачные тарелки не очень, но других не было. Они не продаются. И не продается вот этот текстиль. Все остальное в продаже. Бокалы, блюда, орешница, вазы на ножки, скатерть. Все в продаже. Я не помню, я перед вами извинилась за искусственные цветы. Не помню. В общем, простите, что цветы искусственные. Летом, конечно, лучше бы здесь смотрелись натуральные, но почему-то вот близко продажи не нашлось. Поэтому у нас искусственные. Давайте представим, что здесь ромашки настоящие. Такой у меня получился стол. Как вам? Пишите. Я уже все закончила снимать, и даже половину дыни мы уже съели. И я поняла, что я вам не сказала еще одну важную вещь. Посмотрите, у нас же остались вот такие вот еще желтые рюмки, которые по цвету подходят под дыню. Одним словом, если у вас нет розовых, зеленых, голубых, каких угодно, то подбирайте под цвет продуктов, так тоже можно. Вот такие вот тонкие, очень красивые рюмки. Они такого насыщенного желтого цвета, даже имеют какой-то перламутр. Это набор из пяти штук за 400 рублей. Вот про них я вам тоже хочу напомнить, что они очень красиво комбинируются с дыней, с персиком, с абрикосами. Наверное, с медовухой, да? Наверное, с медовухой. Ну вот, все, теперь все рассказала. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам было интересно, может быть, каким-то образом полезно. В общем, все равно надеюсь, что вам понравилось. Все, что я вам сегодня показала, можно приобрести. Пишите на WhatsApp-магазин, отправим вам, куда скажете. Ну, оборонитесь, приходите сами, будем вам очень-очень-очень рады. Пока!